Всем привет! Я Юлия Роджерс и в этом своем уроке я расскажу вам, как в программе Sony Vegas наложить на ваше видео другое видео или картинку. В общем, в итоге у нас должно получиться примерно вот это. То есть, вы видите, на экране появляется другое видео, как будто бы оно и должно было быть в телевизоре. Дальше оно тут увеличивается. На весь экран. В общем, вот это вот у нас должно получиться в конце. Итак, для начала заходим в саму нашу программу и создаем две видеодорожки. Теперь перетаскиваю на них наши файлы, с которыми мы будем работать. Вот я беру экран, на котором будет появляться наше видео и, естественно, само видео, которое хочу поместить на этот экран. Это он со звуком идет. В принципе, аудиодорожку можно пока удалить, она нам особо не нужна. Очень важно, чтобы ваше видео, на которое вы накладываете второе видео, находилось на видеодорожке ниже, чем то видео, которое вы будете помещать на него. В противном случае у вас наложение видео на видео так, как вы хотите, не произойдет. У вас вот этот экран, он будет помещен на вот этот видеоотрывок. А мы хотим как раз наоборот. Итак, настраиваем соотношение сторон, нужную цветокоррекцию. В общем, подготавливаем все для наложения видео на видео. Итак, я все сделала, то, что мне было необходимо. Теперь переходим непосредственно к наложению нашего одного видео на другое. Сейчас, как мы видим, верхнее видео полностью закрывает нижнее. Как сделать так, чтобы оно у нас поместилось на видео, которое находится ниже? Нужно уменьшить размер вот этого видеоотрывка. Заходим в панорамирование обрезка событий. И вот здесь вот выбираем любой угол. Верхний, нижний, правый, левый. Когда появляется такая стрелочка, мы можем увеличивать размер нашего видео или уменьшать. В данном случае нам нужно его уменьшить так, чтобы оно у нас вошло на экран телевизора. Как будто оно там должно быть. То есть регулируем размер этого видео так, как вам необходимо. И вот оно у нас поместилось. И теперь смотрится так, как мы и задумывали. Растянем это видео немножко побольше. Вот что у нас в итоге получается. Если вы хотите, чтобы ваше видео потом растягивалось полностью на весь экран, как у меня было в начальном видео, в примере я вам показывала, то тут необходимо поработать с ключами. Как это делать, вы можете посмотреть в моем предыдущем уроке. Выбираем начальную позицию, где у вас будет находиться видео. Здесь автоматически создается ключ. И, например, немного оттягиваем ползунок времени. Выбираем то место на линии времени, где ваше видео должно будет уже полностью растянуться на весь экран. И просто меняем обратно его соотношение сторон. Можно либо вручную это сделать, либо чуть проще сразу так вот настроить. И оно автоматически полностью растянется у вас на весь экран, чтобы оно у вас в конце опять так же входило. Например, видео заканчивается, и оно у вас опять входит в этот экран. Вот здесь вот мы создаем такой же ключ. Копируем его вот сюда, вставляем. И потом начальный ключ тоже можно скопировать и уже вставить совсем в конец. Таким образом у нас получается вот это. Ну, растягивается довольно медленно, потому что можно еще немного ближе поставить ключи, чтобы немного быстрее шло растягивание по всему экрану. Вот. Ну, и в конце оно у нас обратно вернется в свое изначальное положение. То есть на экран телевизора. Вот. Таким образом вы можете накладывать на свое видео любые картинки, любые другие видеофайлы, так, как вы этого захотите. Еще лучший эффект получится, если вы воспользуетесь масками для наложения. Если вы хотите наложить какой-то другой объект, не само видео или картинку, а вообще какой-то другой объект, то вам необходимо тогда будет воспользоваться масками. Об этом вы можете посмотреть в моем предыдущем уроке. Не забываем подписываться на наш канал на YouTube и вступать в нашу группу ВКонтакте. Ну, а у меня на этом все. Всем удачи, всем пока!